Государственный флаг Удмуртии представляет собой прямоугольное трёхцветное полотнище, состоящее из вертикальных равновеликих по ширине полос чёрного, белого и красного цветов. Чёрный цвет является символом Земли и стабильности, красный — цветом Солнца и символом жизни, белый — символом космоса и чистоты нравственных устоев. В центре белой полосы изображён восьмиконечный солярный знак, в переводе с удмуртского означающий «лунный» или «счастливая звезда». Восьмиконечный солярный красный знак — оберег, который по преданию оберегает человека от несчастья. На протяжении своей столетней истории Удмуртия успела сменить пять флагов. Первые четыре представляли собой дополненный элементами флаг СССР. Герб Удмуртской республики представляет собой круглый щит красно-чёрного цвета с изображённым на нём белым лебедем с раскрытыми крыльями. На груди у птицы расположен восьмиконечный солярный знак — оберег. Обобщённый образ белого лебедя или человека-птицы является символом возрождения, мудрости, мужества и совершенства. В нижней части щита расположены надписи на удмуртском и русском языках. Символика была создана на основе религиозно-мифологической картины мира удмуртского народа. Первоначально в гербах всех республик СССР присутствовал серб и молот, символизирующий коммунизм, восходящее солнце и колосья. А также начертан лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь на удмуртском и русском языках». Из более чем 40 представленных эскизов были выбраны работы молодого художника Юрия Лобанова. В 1994 году за большие заслуги в разработке государственного флага и государственного герба Удмуртии Юрий Лобанов, выпускник художественно-графического факультета Удмуртского государственного университета, художник журнала «Инважо», был удостоен государственной премии Удмуртии. Гимн Удмуртской республики создавался Александром Германовичем Карепановым, взявшим за основу гимна мелодию песни «Родная кама река», которую сочинил в 1952 году отец Александра Карепанова Герман Афанасьевич Карепанов. Александр Карепанов переложил мелодию для духового и симфонического оркестров. В конкурсе на создание гимна участвовало около 10 музыкальных работ, но в итоге победила музыка двух Карепановых – отца и сына. Девять лет гимн звучал на всех радиостанциях и торжественных мероприятиях в инструментальном исполнении, и только в 2002 году был принят текст гимна на русском и удмуртском языках. Был объявлен конкурс на создание текста гимна республики. Автор музыки Александр Карепанов также был в составе конкурсного жюри. Автор стихов на русском языке Алексей Александрович Шепталин – этнолог-юрист, кандидат исторических наук, доцент, член Общественной палаты Удмуртской республики. Автор стихов на удмуртском языке Татьяна Григорьевна Владыкина – доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Удмуртской республики, заслуженный работник культуры Удмуртской республики. Шепталин подошел к вопросу очень серьезно. Перед написанием гимна он ознакомился с текстами гимнов 24 государств. В состав комиссии, которая принимала текст, входили историки, этнографы, писатели, композиторы, литераторы, журналисты, культурологи. Из 15 человек, входящих в комиссию, 14 проголосовали за вариант Шепталина и Владыкиной. Главным фактором успеха Шепталин называет то, что они с Татьяной Григорьевной договорились об основных символах, которые будут присутствовать в каждом куплете. В первом – это рябина, как дерево, почитаемое у Удмуртов, и цвета флага. Второй – куплет о богатой, величественной, душевной природе Удмуртии. Третий куплет повествует о единстве двух великих рек – Волги и Камы, как о единстве двух народов. Каждый автор написал на основе этого образного ряда текст. Оба текста таким образом явились самостоятельными произведениями. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ